Добрый день, коллеги! Надо сказать, что у нас сегодня два раза по 80 мы собрались в этот день неспроста. Да, 80-й семинар практически день в день совпадает с 80-летием Анатолия Ильича Марилова, именно он родился 6 декабря, это, по-моему, день органов, да, 6 декабря. Дмитрий Викторович, вы специалист по... Я уже давно уволил. Так что вчера Анатолий Ильичу должно было бы исполниться 80 лет, так что 80 и 80, ведь какое случайное... Это не конкурентное совпадение. И на годовщине, которая была в октябре, мы лишь так вот с ордовой поговорили, нас с удовольствием откликнулось на это. Но, к сожалению, Нарина Александровна травму получила буквально позавчера, скользко сейчас, и не смогла прибыть даже, ну, такси, а жаль. Я взялся сделать этот доклад, поскольку считал себя обязанным. Освятитель Анатолий Ильич действительно мой учитель. Я писал у него курсовые и дипломные работы. Кандидатская диссертация, конечно, по систематизации категории марксистской диалектики под его влиянием. Но формальным моим руководителем был профессор Федотов Василий Павлович, тоже покойный. Поздравляю, Ваше здоровье. Поскольку диссертация защищалась на кафедре истории марксистской ленинской философии, а не диалектического материализма, а это очень важно, где на кой кафедре есть место, тогда такая, по крайней мере, система, с кой кафедрой должен быть и научный руководитель. Ну, в общем, Василий Павлович был хорошим руководителем, у меня нет претензий в части руководства кандидатским. Ну, Анатолий Ильич просто учитель, как вот человек, который во многом ввел в круг идеи и определенные идеи передал. А я их, в каком-то смысле, обработал, что-то спросил, что-то в цивилизованном корме изложил. Значит, коллеги, я понимал, что просто посвятить творчеству Марилова в силу того, чтобы было давно, ну, и философ, который, как сказал в свое время Королькова, причем на непонимание, когда выбирали научного руководителя, там, несколько профессоров предлагали на руку и сердце, в том числе Александр Аркадьевич, который здесь тоже отсутствует. Он сказал, что буду работать с Мариловым, он такой, ну, что-то интересный очень человек, но это, судя по всему, тот философ, который, ну, причем на непонимание. В частности, так и было, в значительной степени. И поэтому я поставил это в более широкий контекст, который наверняка заинтересует всех присутствующих. Собственно, мы ведь находимся в пространстве постсоветской философии. Ну, вот как она развивалась, какие пути у нее. Так, о нас как поговорить? Ну, чтобы сказать, что такое постсоветская философия, надо сказать, что такое советская философия. Это тоже очень интересная тема, и у меня есть на это предмет размышления определенное. Они по многому проясняют нашу современную и философскую, и идеологическую ситуацию, которая сейчас есть в стране. Поэтому три таких неравные по значению, по объему темы внутри доклада я хочу осветить. Советская философия, ее сущности, стойкая революция. Что так делал Маила в рамках этой самой советской философии? Что это за извод такой? Что это за щель такая из секта была, не представляемая в рамках нашей той жизни? Что такое постсоветская философия? Тоже, каковы ее источники, основные тенденции, и что здесь сделал Маилов? Ну и, наконец, обобщить, вот сказать, о творчестве внутроличия. Ну и надеюсь, что будет интересно, в том числе и тем, кто не читал, лично его не знал. Вот советские философии. Известное определение Гегеля говорит, ну, автористичное, что философия есть не что иное, как дух эпохи, вырожданной в мыслях. Этим была и советская философия. Я позволю себе уточнить гегелевское определение. Понятие духа слишком расплывчато у него. Я бы сказал, что философия представляет собой своеобразную рационализацию базового мифа, базовых мифологенных эпохи. Миф отличается от собственного духовного опыта и духовного мышления тем, что несет в себе большое число душевных элементов, и в мифе то и другое переплетаются друг с другом. Ну, в широком смысле Гегель прав. Но в более таком конкретном, с учетом наработок Лосева, Дерняева, я бы предпочел использовать такой концепт рационализирующейся мифологемы. И вот в этом смысле надо посмотреть, чем была советская философия. Она выросла из духа Октябрьской революции, построения совершенно нового совершенного строя в России, социализма, потом коммунизма, в отдельно взятой стране. У нее были духовные предпосылки, культурно-исторические и, собственно, философские. Вы знаете, что Россия на рубеже революции представляла собой, ну, своего рода теократию, может быть, не классическую, но православную империю. Внешние глубокие процессы секуляризации. И как эти процессы можно рассматривать и Октябрьскую революцию, соответственно, те изменения, которые она инициировала. Представляется, что на смену теократии пришла не секуляризация, а пришла новая теократия, кваси-теократия, псевдо-теократия, где роль православной идеологии заменила коммунистическая. Если западный классический вариант секуляризации, европейский, шел от логоса к рацио, причем скептическому рацио, то наш русский специфический момент разрушения теократии шел по направлению смены логоса мифом. Мифом коммунистического светлого будущего, коммунистического рая. В этом смысле настоящая секуляризация у нас начинается только сейчас, когда разрушился коммунистический миф. В этом особенности и нашей постсекулярности, в которой мы сейчас живем. Соответственно, вот и нарождающаяся философия, она, народившаяся, сформировавшаяся советская философия, она выполняла эти функции. Не собственной философии, а, как мы тогда говорили, и инеологии, хотя, конечно, философская компонента была. Но главное, превращенной формы теологии, где Богом выступает личная материя, все порождающее, все сделающее в себя определенные структурные даже есть подвижки. Не святая Троица, Маркс, Ангельс, Ленин, Сталин IV, и постаевство, и так далее. Один Бог, один царь, один народ, одна церковь, один Бог материя, один народ, одна церковь партия. Есть определенные аналогии, не хочу сказать, что это тождество, но это некоторая подобная структура. Вот из этого нужно обязательно исходить, чтобы понять, в чем была сущность советской философии. Смесь идеологии, собственно говоря, философии и превращенной теологии. Какие были культурно-исторические предпосылки? Не очень высокий уровень массовой культуры в той стране, в которой происходила революция. Но очень, как Ленин писал, о многоукладности нашей экономики, точно так же можно дарить о многоукладности российской культуры в том времени. Кроме того, во время революции произошло вымывание и физическое уничтожение части мыслящего слоя. Поэтому стартовые, так сказать, позиции советской философии, они были, мягко говоря, не самыми благоприятными, если мы будем, например, с классическими образцами сравнивать. Греция, Средние века, Европа Нового Времени. То есть произошел некоторый разрыв в естественном развитии. Какие, собственно, философские предпосылки советской философии? Собственно, философские. Я думаю, что это, конечно, Гегель. И от Гегеля немецкая классическая философия. Этим не исчерпывается, но без этого ничего бы не получилось. Я, кстати, ставлю этот источник на первое место. Другая предпосылка. Это материализм. И от него идет, конечно, широкое такое явление. От материализма идет связка с позитивизмом, который там и Маркс, и Ленин критиковали, но фактически заимствования происходили. На самом деле, нет. А от лозунгов материализма, а якобы собственной научности, и реальной любви настоящих позитивистов к естественным наукам в советской философии вот эта тяга к исследованию наук, научности, в основном естествознания. Ну и третьим источником советской философии была теория революции. Я экономику специально выпускаю, это не так важно было. А вот как сделать революцию успешно, да еще в неприятных условиях одной отдельной взятой страны, это, конечно, источник. И он явно очень ревнуется с построениями русских историософов, ну и культурологов, об особенной месте России в нашей общей, скажем так, судьбе. То есть мы видим в советской философии своего рода, ну не прямое, но такое несколько сдвинутое отрицание того, что было в дореволюционной России. Что можно сказать по поводу истории и эволюции советской философии, стартовавшей вот с этих вот предпосылок? Я разбил бы ее на три этапа. Первый, до конца 20-х годов, речь идет о подавлении различных групп, которые не являлись марксистскими и политизированы в собственном смысле этого слова, и на монополизации идейного комплекса и самого, как это ныне модно говорить, философского дискурса. Разные там люди были, были психоаналитики, любой эволюционизм была большая, были феноменологи, там Лосев что-то пытался говорить самостоятельное, ну все эти, были всякие там дискуссии, что и все это в общем прекратилось к концу 20-х годов. Дальше, от 20-х, от конца 20-х годов до 20-го портсъезда, такой период идеологического расцвета, характеризующийся догматичностью и идеологичностью. Вот она, победа, единая истина, которая с разных точек зрения проповедуется, сложенная команда, собственно не соборность, но именно команда. Философия явно рассматривается как служанка политики, ну, собственно ничего нового тут нет, и в средние века был лозунг, что она служанка теологии, она и сама отчасти теологические функции выполняла, и обслуживала политику. Наконец, третий, самый интересный по содержанию период от 20-го съезда, ну, до распада СССР, что характерно для этого периода? Внутренняя дифференциация, инкультурация и интернационализация советской философии. Ну, по мере, все эти процессы очень тесно связаны. 20-й съезд, мы знаем, свобода, раз политическая свобода, значит, свобода дискурса появляется. Кроме того, складывается самобытная советская культура. Ну, как бы мы ни оценивали ее основания, в СССР была своя цивилизация, была своя культура. Появилась своя поэзия, появилась своя литература. О техническом, научном прогрессе говорить и не приходится в данном случае. В общем, начала складываться эта особенная общность, советский народ. Советское государство, хоть и не имело черты сходства, например, там, с православной государственностью, а еще кто-то даже, по-моему, Бердяй, оборотник православия, там назвал ли что-то, не могу еще сручаться за точность своих цитат. Но страна самобытная была структура. Ну, сложилась своя там правовая система, своя система естественного права, культура сложилась. Что бы там про Ленина-Сталина не говорили, они, в общем, пусть огромными жертвами, допустим, это можно было сделать по-другому, но провели культурную революцию. Страна стала, в общем, грамотной. Появилась своя самобытная интеллигенция. Вот в этом новом пространстве и философия соответствующим образом развивается. В той мере, в которой мыслит общество. И философия, как мышление о мышлении, тоже осуществляет определенную динамику. Раз динамика, значит дифференциация. От сугубо политических вопросов и комментирования текстов этих классиков к изучению реальных проблем. Странные появляются направления, недолжные с точки зрения марксизма, этика. Например, Ленин, да, в марксизме начало до конца нет ни грана этики, но появляются этические исследования. Почему? Просто потому, что такова природа метафизического знания, оно не может без этой проблематики. Появляется эстетика. Бурно развиваются естественные науки и нельзя ограничиться одним тезисом Ленина о том, что там материя неисчерпаемая, электрон неисчерпаемая. Нужно смотреть, что происходит-то в мире. Изменения большие. Нужно это осмысливать. И диалектический материализм должен давать ответ, чтобы этот ответ нужно изучать. В философию пошли умные люди. Люди с соответствующим естественным научным образованием, или классическим. То есть это после 20-го съезда. Внутренней дифференциацией философия в общем начинает обретать те же направления, которые и в других странах. Кроме того, все-таки, не то чтобы железный занавес рухнул, но более интенсивные контакты начинаются, в том числе, с западным миром. Хотя под лозунгом того, чтобы бить врага, надо знать его, давать его знания. Вот в это благоприятное время учились и мы. Работал Антон Ильич Мариилов, Сансар Червичок тоже работал в это время в области философии. Какие люди, грубо говоря, там совсем появляются? Ну, конечно, сохранилась каста слуг, которые обслуживали, в общем, идеологию. Либо они служили искренне людям, либо они служили за деньги. Это коммунистическая идея. Какая еще группа такая интересная философов, сильная действительно пришла, которые сейчас, в общем, потомки, которые сейчас заняли доминирующее положение, это позитивисты. В хорошем смысле этого слова позитивисты, то есть те философы, которые отталкиваются в своих построениях от реального изучения того, что происходит в естественных науках, в позитивных науках. В первую очередь, естество знаний. Они могут быть чисто гносеологами, как отнарские там были. Они могут быть антологами, как свидерские. В любом случае, они от естественных наук идут. Это логично, потому что материализм, как нам говорил Энгельс, всегда будет менять свою форму, сохраняя сущность, в зависимости от того, в какие изменения они проходят. Была и другая группа. Представители ее, кстати, тоже вижу тут во втором ряду. Назовем их диалектиками. Их было немного, но они были умными. Бибер, Бодищев, Ильенков в Москве. Ну и эти имена известные можно продолжить. Лехдорский, мы не здравствующие уже. А в Петербурге? В Петербурге, конечно, два имени, по крайней мере, мне известные нашему поколению. Это Евгений Семенович Лехудлиньков, который оставил после себя школу. Единственное, наверное, так. Ну и Илья Анатольевич Маилова, который школу не оставил, в широком смысле этого слова. Но ученики у него тоже есть. Теперь что, собственно, представляла диалектико-логическая концепция Маилова? Марсийский номинист надо развивать. Пишет ли мне. Для того, чтобы его развивать, надо знать предшественников. Кого из предшественников? В первую очередь, надо знать Генгеля. Невозможно понять капитала, не освоить всей логики Генгеля. Находим мы признание Ленина в философской церкви. Давайте изучать Генгеля. Генгель невозможно изучать, не изучая всей истории философии. Начинаешь изучать Генгеля, выходишь на всю историю философии. Я помню, как я подвинулся к этому, открыл там Генгеля, где-то на третьей странице считаю, что Бог и только Он является предметом философии. Я на третьем уже курсе вынечу. Все, я думал, что философия другим занимается совсем, а, кажется, Богом. Вот как опасно изучать Генгеля на самом деле. Какая задача ставится? Материалистическое прочтение логики Генгеля. Ну, как это сделать? С точки зрения исторического материализма. У Генгеля дух двигает истории, а у Маркса она разбивается на общественно-экономические информации. А может быть посмотреть, как общественно-экономические информации производят вот ту или иную форму идеологии, и в рамках этой идеологии, собственно, и религия, и философия, и искусство находится. И вот Маилов решил, двигался по тропе исполнения этой непростой задачи. Материалистически прочесть и перетолковать всю логику Генгеля. Ну, за что ИПО периодически получал иногда достаточно сильно. Из партии его не исключили в свое время, но в ссылку направляли. Все-таки 20-й съезд уже прошел в таком времени. Как можно это сделать? У Генгеля очень интересная конструкция. Есть логическая составляющая, есть историческая составляющая. Логическая составляющая представлена в его важнейшем произведении наукологики, а историческая в реальной философии. Что самое интересное в логике? Категории. Все общие формы мысли. Но поскольку мысль лежит в основании бытия, то есть быть – это значит быть в сущности некой идеи, потому что вещи лишь приходят, это лишь оболочки сущности. Поскольку мышление – основа самого бытия. Особенность Гегеля в этом месте, то, что отличает его от классиков, от Парменида и до многих, что он вот это мышление понимает исторически, очень динамично, оно оказывается у него процессом. Этот процесс осуществляется как в вечности развития понятия, так и внутри самой истории. Сама история оказывается последовательностью в формообразовании духа. Что выполняют категории и логики в этой последовательности формообразования духа? Они выполняют роль, как кунг, сейчас стал парадигм мысли. Возвращается, что для каждой эпохи есть своя парадигма. После куна это понятно, потому что после куна мы стали распространять термин «парадигмы» и на политику, не только на религиозную сферу. На самом деле, то, что сделал кунг, это популяризация гегелевских идей, что логическое и историческое, как бы коррелируют друг с другом, говоря, скажем так, мягко. Вот Эмаринов предложил рассматривать категории как способы мышления эпохи, сами принципы, которые осуществляются в самом способе производства. Не экономического, и здесь он опять из позднего Маркса делает хорошую выдержку, а способом производства самой жизни. Самой жизни. И, соответственно, философские системы фиксируют смену парадигм. Чтобы нам выстроить диалектическую логику, мы должны обратиться к материалу истории и культуры. И, перевернув гегелес ног на голову, от исторического перейти к логическому, а не наоборот. Моила выстраивает свою логику этих категорий. Не от парменида, а от фалеса он уйдет. У меня даже сохранились. Он в разных видах ее отдал. Вводится понятие сетки категорий, которое, я думаю, именно благодаря Моилову сейчас стало своего рода уже хрестоматийным, такой аксиомой, ну, по крайней мере, в ленинградском философском сообществе. Сетка категорий, то есть вот те призмы, сквозь которые мы смотрим на мир, складывается исторически. То есть вроде бы набор категорий один и тот же всегда, и Харистотель еще писал, но в ту или иную эпоху та или иная категория выходит на передний план, что фиксируется, соответственно, в определенной доктрине философской, поскольку философия не изобретает эти категории, а она их актуализирует. И, в общем, получилось достаточно интересно, когда слушали его, он давал все прочтение истории и философии от Фалеса до Гегеля, но в таком вот логически упакованном виде. То есть предложил такую свою определенную структуру. И вот это позволяло нам по-другому понять и Гегеля, и Шеллинга, то есть от таких идеологических прочтений и от такого внимательного вдумывания в тексты, на чем, например, идеологические прочтения для них Евгению Семеновичу, вот помню я работу с Линком, он тексты на себя выучал, а Маилов пытался выявить сами принципы мышления того или иного автора. Сами принципы. То есть показывал, что означает реальная трансцендентальность. Вот известный его афоризм «Легко ли стать великим философом?» Я часто студентам задаю его на лекциях, но услышал я Анатолия Нечайлов. «Великим философом стать легко». Надо просто выявить принцип мышления всех предшественников и высказать нечто противоположное ему. Либо, наоборот, включить в свою систему принципы всех предшественников, как это сделал Аристотель и Легим. Уже у позднего, так сказать, почти чем на грани от советского строя Маила, обозначается очень интересный переход. Он говорит, «Я сейчас в большей степени начинаю рассматривать категории не как способы мысли, а как способы этических ориентаций в мире». Это то, что называется переходом от теоретического разума к практическому. И что, в общем, в классике не осуществлено, на мой взгляд, в полной мере. А вот в постклассической философии в Европе, это да, это Шеллер, когда мы мыслим в определенной сетке ценностей. Перед Шеллером были не аккантианцы, а рядом с Шеллером это экзистенциалисты. Вот он намечает Маилова его сам. Это еще эпоха закрытого общества, говоря языком Поппера. И тогда я, конечно, совсем не понимал, то, о чем он говорит. Я учился еще в аспирантуре или заканчивал. Что еще намечает Маилов сам? В то время интересный поворот, который уже отличает его от классических диалектиков. Вот Гегеля к позднему Шелленгу. Где он его прочитал? Там вышел он к нас, не знаю, публиковали Соловьева тогда, этот зеленый, два томика. Я помню, мы идем там от философского факультета к метро. Так интересно, тут Гегель-янцы сдят, они обидятся на Гегель-талант, Шеллинг-гений. Как это Шеллинг, промежуточный философ, нам там говорили. Рассудочный человек, систематизатор. Шеллинг, вот это гений. Вот он совершает переход. Ну, думать надо. Анатолий Ильич был склонен к парадоксам. Да, такие вот вещи. Хорошо. Постсоветская философия. Что она представляется? Ну, это наш такой советский постмодерн, и, соответственно, в постмодерне все разлагается, нет каких-то устоявшихся критериев. У нас это даже в большей степени происходит, со степенью большей интенсивности, поскольку подлинный скептицизм и подлинная постсекуляция у нас начинается именно с распадом коммунистического мифа, а не тогда, когда рухнула православная империя. Тут уже ничего не остается святого. Все по-своему права. Ну, кроме того, русские же склонны к догматизму. И то, что если уж мы стали постмодернистами, то так кровью уже тогда будем все разлагать. Так мало никому не показалось. Это наш русский стиль, русский постмодернист. Если православные, то все. Если в колхоз, то все. И здесь так же. Основные тенденции какие? Я считаю, что основной тренд, основной поворот в постсоветской философии произошел от марксизма, некой диализма к позитивизму. Позитивизм в самом широком смысле этого слова. Классический позитивизм, который, в принципе, умер уже, Поппер убил, там, третий позитивизм, но остался позитивизм как некоторое умонастроение. Давайте будем отказываться от такой метафизики с этим богом, там, бессмертия, это все. Ну, всякая проблема. А вот науку надо изучать. Науку надо изучать, черпать из нее. Это правильно, потому что все-таки успешность, основание для прогресса и так далее. Философия науки. Постпостивистская, скорее. Да, очень хорошо. Феноменология. Конечно, она к позитивизму не сводится, но это нечто среднее между позитивизмом и идеализмом. Сам Бусарь говорил о позитивистских тенденциях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!